Как всегда, дорогие мои, наша рубрика «Вспоминая жизнь». Жизнь нашей деревни. Ну что, вспоминая жизнь? Однажды в молодости, в командировке, мы были в эстонской деревне. Приехали туда из Псовской области. Нас что поразило? Эстония, конечно, на Россию совершенно не похожа. Люди были одеты в белых рубашках, с бабочками, в красивых шляпах, ездили на прекрасных телегах и курили огромные трубки. И все были почему-то очень довольны. Ну вот. И все спешили по делам. А когда вечером мы выезжали из деревни, уже из другой, то вся молодежь потянулась куда-то, то ли в кафе, то ли в какое-то другое место, то ли в клуб свой какой-то, но были все прекрасно одеты. Опять же, в белых рубашках, с галстуками, с бабочками. Женщины были одеты в прекраснейшие нарядные полоте. И все спокойно шли отдыхать. А вы перед этим рассказывали, что вы выехали из деревни. А в чем были одеты наши деревенские жители? А когда мы, это было очень давно, в тот период, когда мы выезжали из Псковской области, в Эстонию, то по обочинам дорог брели старухи в кирзовых шапогах или в валенках, в темных каких-то платках. И мужики и в кепках, либо в зимних шапках. Это было летом. Ну, а, конечно, они курили. Беломор, наверное, или самокрутки. Вот и все. И были одеты в телогреки, те и другие. Вот разница в тот период была такая. Но очень я рада, что вы живете в России, в нашей деревне, где домам больше двухсот лет. Женщины русского селения. Спасибо вам огромное. Есть и женщины в русских селениях, да. Спасибо. Мы к вам обязательно придем еще в гости. Можно, хозяйка? Да, приглашаем, приходите. Спасибо. А что нам хозяйка скажет? Видите, не хочет говорить на камеру. Говорит, что его поразило, что они ехали в белых рубашках с бабочками и не на работу. Это были настоящие деревенские... Нас поразило немножко другое. А что? Что ехали мужики на работу. А-а-а! Очень культурно одеты в шляпах, в белых рубахах, с бабочками. Ну, почему было видно, что они либо с работы, либо на работу ехали на телегах. Здорово. То есть вы помните те времена, когда на работу ездили на телеге с лошадью? Не, ну, естественно, применялся гружевой транспорт. В те времена он был удобный, у них в хозяйстве было много лошадей. В те времена, это 1900... Наверное, где-то 70-й или 80-й год. Вот так вот. Я точно не помню. Это было уже давно. Нет, это было давно. Что вы хотите сказать для нашей молодежи, что в 70-х годах ездили на телегах? А сейчас наша деревня очень изменилась и преобразилась. В настоящее время по деревне можно встретить людей, которые одеты лучше городских даже. О, это правда. И мы всем это докажем. И одеты гораздо лучше, чем тогда были одеты эстонцы. Спасибо вам. Я очень рада, что с вами знакома. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Дай бог вам здоровья. Прекрасный аромат чесночный. Прекрасный. Сватка. Черемша сватка. Очень полезный для организма, кстати говоря. Спасибо. Очищает сосуды. Успокаивает нервную систему. Спасибо вам большое. Мы к вам еще придем. Можно? Можно, конечно. Приходите. Приходите, пользуйтесь. Черемшень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...